Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 291. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 28 сентября 2016 года. Далее показываю, какие есть материалы о сектоведе. То есть у человека, должности которого вообще не существует. Где нужно, остановитесь. Продолжение следует. Дворкин, лжепрофессор. Ну, это очень легко. Тут не знаю, видно будет или не видно. Вот у меня свидетельство. Аттестат профессора. И далее. Доктора наук. Вот официальный документ. Пожалуйста. Это можно достать. Вчера написал мне Михаил Кальмаев. Вчера. Он не знал. А речь отнял. Так ушел батюшка неуслышанным. Вот есть ролик, как отца Сергия постригает схему. С ним Михаил неоднократно разговаривал. Как ты, батюшка, это исповедовал. Я у тебя был. Как ты крестил. Мочил. Мочил бы. Не учил. По Евангелию. И в этом покаянии Бог уже не дает. Дальше начинается игра. Ну ладно, он был раньше монахом. Начинает монашество. Принимать схему. Заигрывать с Богом. И ни одного движения, ни одного слова нет по Евангелию. Евангельский путь очень простой. Что нам делать, мужи и братья? Деяние апостолов. 2 глава 38 стих. Деяние апостолов. Вот это, что требовалось открыть. Это легко увидеть. Если никому-то непонятно, то Деяние апостолов. Пожалуйста. Деяние апостолов. 3 глава. Вот так. А вы что делали? Апостол им и говорит. 19. Итак, обокайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Обокайтесь и обратитесь. И что еще? Вот посмотрим. Деяние апостолов. Просчитать эту главу надо. Загладились и придут времена отрады. Нужно, чтобы покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Они спрашивали, что делать? Он отвечает. Покайтесь и загладятся грехи ваши. Ну, а раз мне этого не было, значит, ничего и не было. Постригали его в схему. Он ничего не может уже говорить совершенно. Речь-то вообще была невнятна. Только лежал и спал. Лежал и спал. Ухаживала за ним. Сестра, которую называли сектанкой и баптисткой. И какого? Да он никому не захотел идти. Его брали там где. И где не пожилось. Ни в монастыре. Нигде. А у Нины Ивановны Филоновой он остался до смерти. Она за ним ухаживала. Сама-то больная. Уход был как положено христианину. Я не знаю, 90 с чем-то лет ему было. 90 лет-то уже точно было. И вот понятие о покаянии подлинного не знал. Осознание себя, проверки по Слову Божию не знал. Определенно. И что они спросили. Он где держит свое. А как там посмотрят его монахи, братья. Вот все здесь было на земле. Понятие о Боге такое тусклое и туманное. И прошла целая жизнь. Я разговаривал о таких священниках и с такими, которых исповедовали. Покаяния нету. Тысячи погубных людей на его совести. Некрещенные. Ненаученные. Которые думали, что они верующие. Какая я приду исповедовать, Батюшка грехи мои возьмет? Он возьмет. Как он возьмет? Какие грехи? Христос берет грехи. А если этого нету, то ничего и нету. Только один обман. И вот об этом Сергии только приходится теперь думать. Где его душа? Обо мне он вообще не встречи никакой не был. Но имел твердое дворкинское понятие. Дворкин сказал, Это их Бог и Сыру прислали сюда. На Слово Божие вообще никогда не ссылался. Как будто его и в Евангелии никакого не было. Ну а это что, была кормежка, жил от этого. Люди покупали свечи, ходили, все крутилось. И близок всему конец. Что он должен был сообщить? Все уже сказано. Смертной сейчас многого не сообщишь. Посмотрим наши ресурсы. Вот я люблю мой мир. Вот как. Есть другая страница, где я с голубем. Но надо заходить на эту. И здесь очень удобно писать, фотографии ставить. Ну у нас большой ресурс еще. Это наш форум. Форум во свете Библии. Вот она во свете Библии. Православный форум. Заходите. Просто по-русски зарядите в Google или в Яндекс. Пять отзывов пришло сразу. Пока оговорился. Сейчас в течение там 10 минут примерно. Посмотрим. Что-то проповедь, проповедь. А кто такой же проповедь в своей ленте? Занятие воскресное по Святой Библии. Поделилось в своей ленте. Непонятно даже. Что-то много. Раз, два, три, четыре, пять. Попробовали. Ну, значит, так и есть. Последнее проповедь поставил. Сейчас покажу. Это вот в сумерке идет машина. Проверял я ее, записал. Собрание. Ян Заталус только одно место. Просмотр. Ну и события дня. Больше ничего. И главный наш ресурс, это во свете Библии. Вот. Сайт. Православный библейский сайт. Вот православный библейский сайт. Люди говорят, там протестанты заходят. Ну, какое совмещение? Библейский это понятно. Он у вас действительно библейский. У православных такого, говорит, не встретишь. Ни у Осипова, ни у кого нет такого. Постоянно ссылка на Священное Писание. Но что православный, какое отношение так православие имеет? Вот это и надо показать. Православный. Именно православный это по святым отцам, по канонам церкви, по житьям святым. Еще добавить три параметра. Три. В Библии. Вот здесь 4124 ответа. По темам. Притом по темам. Ну и что у нас было? За прошедший день. Вчера. Какие события? Если сказать, так. Закончили мы ремонтировать. В сарай. В сарай. Переложили. Теперь у нас даже можно замочек повесить. Второе. Пришла Своященица. Голова кружится. А я ее поднял, упросил пойти на Голубятню. И она развеселилась. Нина Васильевна Шадрина. Родная сестра моей жены, Надежды Васильевны Шадриной. В девичестве. Вот это событие такое. Событие. Событие такое, что Володя Пащенко вчера в новом доме своем, вот в котором сарай строили, испек первые хлебы в формах. Он все лепешками нас угощал. А сейчас хлеб испек. Девять, кажется, у него получилось этих. Ну, в виде кирпича они делались. Так и называли кирпичики. Вот. Алеша шел у стина где-то, услышал запах хлебный и зашел. Не продают ли хлеб, смеется. Ну, за то, что зашел тебе одну булку. Вот. Вчера первые машину песка привезли. В деревне я дорогу начал строить. Они не привозили, потому что на уборочной везде, а, видимо, к концу идет. Это событие. Событие. Машину привез, две с половиной тысячи мне пришлось отдать. А заказал я шесть машин. А потом заказывать будем грейдер, а потом щебенку. И где-то 95 метров дороги деревенской может быть уже без грязи тогда. Ну вот. Оказалось, шофер, а, как сказать, тесть, тесть, сына моей двоюродной сестры, соседней деревни, уже как бы свой, дал ему визитку, немножко поговорили. У Игоря поле рядом с гречихи, он убрал один комбайн, у него заговорил, показал, как 15-летний его сын Еремия, зовут ее Ерема или Ермак, как он ездит там одна машина, быстро переходит на большую грузовую, везет 15-летний. Я говорю, а в городе, ну, даже умнее будет он, более ловкий. Ну что, кататься только на ринге где-то, друг друга сшибать. Вот они в экстрим, или едут куда-то на велосипедах, крутят, ну, хоть сколько ни крути, ничего нигде нету. А этот везет сразу, там, несколько тонн гречихи. Отвозит от комбайна. На комбайне старший сын Терентий. Имена-то какие? Терентий, Еремия. Вот найдите в одной семье, где-то что было. А Володя, Коля, Саша, это можно найти в любой семье, хоть где найти. Игоря там. А вот Еремия и Терентий. Видите как? Почему? Как родился. Какой день, и в тот день. Какой святой. Вот события дня. События это не полное еще. По милости Божией, батюшка уехал. Благополучно все. Пришло смс от Галины Загуляевой, что доехала. Батюшка в пути. Все, поехал паломник наш. У нас один такой пламенный паломник по монастырям. Вот я с Аким. Никаких доводов не слушает. Собирается, все бросил, овещек своих и поехал. Вот вчера за один день наше местное событие. Вот я их показываю. Как что-то сдвигается, делается. А что дальше будет? Один Бог только знает. Молимся о всех и о Дворкине. Вот я же сказал, молитесь о Дворкине, да сгинут навеки плоды его злодейской деятельности. Дворкине. Вот так. Поверяет меня из города, здорово ли, все ли в порядке. Рука моя маленько полегшая стала, она развелась, сильно колол норова, рубил и даже зажать не давалось. Вот, пособирал вчера черноплодку и так пальцы еще остались, черноплодная рябина. Заснял гусей и шел, гуси навстречу, как увидели меня, загоготали, там 24 гуся большие уже. Я ведро поставил черноплодкой и ранетками мелкими, и помидоры набрал. Так они ранетки, помидоры все у меня вытащили из ведра, я снимал их и раздолбали и съели. Это интересно. Видите, какие события, ну смешно даже сказать, но это события местного значения. Радостные минуты. Вот говорят, пыль. У нас собрание было, на собрании сказали, вот пыль там, рядом склад-то. Ну что, что пыль? Пыль, так сколько еще, а кроме пыли-то, зерна, сколько гречки. Эту пыль радостно вдыхает земледелец на гумне у себя, в гумном называется, где пшеницу обрабатывали, колотили, обмолачивали, говорит Иоанн Златоус. И нам нужно этому радоваться. Окна можно закрыть, Игорь, украшения потеряю, Игорь Александрович Барабаш. Сколько он там перегородок сделал? пятьсот, четыре квадратных метра, это мало для него, но высокие сделал перегородки. Ну, все на этом пока. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.